К этому событию спасатели страны готовились целый год. Тренировки, учения, теоретические занятия. Все это не ради победы в соревновательной гонке. На кону человеческая жизнь, спасение которой часто зависит от умений и навыков, полученных в ходе подготовки профессионала. Данные соревнования предназначены для определения уже как финальный этап подготовки команд и каждого спасателя-водолаза для проведения и оттачивания своих мастерств при проведении спасательных водолазных работ. На территории как нашей страны, так и за ее пределами. Один из этапов соревнований – спасение человека на воде и оказание ему первой медицинской помощи. Ситуация максимально приближена к реальности. Спасатели должны за короткое время вытащить тонущего и оказать ему первую помощь. Сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Кажется, что так поступил бы любой, ведь правилам поведения на воде учат еще в школе. Однако на деле все не так просто. Далеко не каждый сумеет сориентироваться в чрезвычайной ситуации. Психологическая устойчивость и чувство ответственности при решении поставленных задач – одни из главных качеств спасателя-плавца. По мнению победителя этого года Яна Прончука, большую роль в соревновательной гонке играет также и везение. В основном это все идет от везения и тренировок. Именно на воде и в бросании конца и круга. Но в большей степени это везение на круге и на конце. А остальное все отработано было до этого на тренировках плавания. Для каждой команды соревнования – это возможность показать свои умения и навыки в деле спасения на воде, а также увидеться и обменяться полученным опытом со своими коллегами. Такой подход даст в дальнейшем свои положительные плоды при выполнении служебных задач. Встречаемся опять же с товарищами, которых мы не видели год. Ну, соответственно, некоторые ездят в те же даже зарубежные командировки. Вот мы были в последнее время в Киргизии на озере Скуль, где проходили глубоководные погружения. Ну и, соответственно, делимся вот этим полученным опытом за год. Здесь моделируются ситуации, которые могут возникнуть у спасателя. Ну и, соответственно, натренированность становится больше, быстрее выполняются некоторые нормативы. Брестская команда в том году второе место заняла. Сильная команда, тем более на своей земле выступают. Я надеюсь, что будет минимум в призерах. Лучше, конечно, чтобы победила и немного несла интригу в наше распределение призовых мест. Распределились они следующим образом. По итогам республиканских соревнований среди спасателей-пловцов Кубка специализированных служб призирующую позицию заняла команда республиканского отряда специального назначения. Серебро взяла команда Брестского областного управления МЧС. Такой результат в очередной раз подтвердил. Спасатели Брещины – одни из самых лучших в стране.